Приветствую, друзья! На связи Андрей Жариков. Сейчас, когда вы заходите в личный кабинет, скорее всего, вы увидели определенные изменения в вашем кабинете. В частности, вы увидите вот такой вот текст и видеоролик. Я подготовил для вас перевод данного текста и информацию из видеоролика на русский язык. Перед получением лицензии важно, чтобы вы понимали политику соответствия и правила нашей компании. Это делается для того, чтобы защищать интересы компании, ее клиентов и партнеров. Мы не собираемся занижать наши стандарты, и нам бы не хотелось, чтобы вы однажды вошли в свой кабинет и обнаружили, что он заблокирован. Также мы не хотели бы приостанавливать действия вашей лицензии, но мы это сделаем, если это будет в интересах нашего сообщества. Просмотрите, пожалуйста, это видео, ответьте на вопросы ниже и поставьте галочки там, где это необходимо. Чтобы получить доступ к лицензии, нужно дать 100% правильных ответов на заданные вопросы, поэтому будьте внимательны. Перевод информации из видеоролика. Соответствие правилам работы компании. Часть первая. Программное обеспечение. Мы хотим, чтобы партнеры правильно понимали концепцию работы компании и придерживались правил компании. Мы – компания, предоставляющая программное обеспечение. Мы не инвестиционная компания и не занимаемся управлением средствами. Мы предлагаем программное обеспечение, которое позволяет упростить работу на рынке Форекс. В нашем программном обеспечении сделано множество различных настроек, которые пользователь может менять соответственно своим предпочтениям. Пользователь полностью контролирует процесс торговли. Он сам выбирает, на каких валютных парах торговать, какой таймфрейм использовать, какой стоп-лосс ставить и так далее. Программное обеспечение помогает трейдеру в процессе торговли. Если пользователь не сделает нужные настройки, то программа просто не будет торговать. Компания не имеет отношения к брокерам и вашим аккаунтам на брокере. Пользователь может выбрать любого брокера, которого он пожелает. Мы не призываем инвестировать и не даем финансовых консультаций. Мы не имеем отношения к пополнению брокерского счета и у нас нет доступа к средствам на брокерском счете. Пользователь выбирает брокера самостоятельно. Продвижение продукта. Мы продаем программное обеспечение. Мы не продаем прибыль или проценты. Партнеры обязаны следовать правилам компании, иначе их аккаунты будут заблокированы. Никто не знает будущего, и вы не можете делать никаких прогнозов. Прошлые результаты не могут гарантировать будущие результаты, так как ситуация на рынке может в любой момент измениться. Это означает, что на вопрос, сколько я смогу заработать с этой программой, правильный ответ никто не знает, так как никто не знает будущего. Называть какие-то конкретные цифры и проценты – это провальная стратегия, так как создает ложные ожидания. Мы не обсуждаем проценты. Всегда используем дисклеймеры, то есть предупреждения о рисках. Вы можете использовать только одобренные маркетинговые материалы. Партнеры не могут публиковать результаты торговли на каких-либо публичных ресурсах – в социальных сетях или в чатах. Упор должен делаться на обучение. Мы продвигаем достаточно сложное программное обеспечение, поэтому всем пользователям необходимо начинать с демо-счета и с обучения. Мы не упоминаем пассивный доход. Это включает такие выражения, как автоматический трейдинг, автотрейдинг, трейдинг на автопилоте, торговля, пока ты спишь, прибыль столько-то процентов, сравнение с финансовыми учреждениями и так далее. Мы не используем слово «инвестиции», так как к нему относятся очень серьезно. Дисклеймер, то есть предупреждение о рисках. Торговля валютами сопряжена с риском. Перед тем, как начать торговлю на рынке Форекс, вы должны тщательно проанализировать ваши инвестиционные цели, уровень вашего опыта и готовность к риску. Используйте в торговле только те средства, которые вы готовы потерять. Использование нашего программного обеспечения также связано с риском. Мы не даем никаких гарантий получения прибыли. Это не призыв к инвестированию, и мы не даем никаких финансовых советов. Дисклеймер по маркетинг-плану. Ваш доход по маркетинг-плану и пассивный доход зависят от вашего подхода к работе, от времени, который вы посвящаете привлечению клиентов, и того, насколько качественных клиентов вы привлекаете. Примеры. Клиент. На какой доход я могу рассчитывать с вашим программным обеспечением? Партнер. Я не знаю. Я делюсь с вами реальными результатами, полученными в прошлом, но никто не может предсказывать будущее. Используем дисклеймер. И ситуация на рынке в любой момент может измениться. Вам необходимо попробовать данное программное обеспечение самостоятельно. Пост партнера в социальных сетях. Напиши мне, если хочешь узнать, как торговать на рынке Форекс с помощью программного обеспечения. Другой вариант. Напиши мне, если хочешь узнать о новом продвинутом программном обеспечении, с помощью которого можно торговать на финансовых рынках. Дисклеймер. Третий вариант. Ты уже пробовал зарабатывать онлайн или торговать на Форексе? Напиши мне, если хочешь узнать, как сделать это еще проще. Дисклеймер. Итак, это краткое содержание видео, а под видео идет анкета, на которую нам нужно дать 100% правильных ответов, иначе мы не получим доступа к лицензии. В моем браузере подключен плагин переводчик на русский язык, поэтому у меня вопросы здесь на русском языке. Итак, первый вопрос. Какой тип компании мы? Перевод немножко корявый. Инвестиционная компания, торговая компания, софтверная компания или все вышеперечисленное? Ну, надеюсь, что из выше приведенного материала вы поняли, что компания не является инвестиционной, она занимается тем, что предоставляет программное обеспечение. Соответственно, сами подумайте, какой из этих вариантов ответов правильный. Вопрос номер два. Как мы помогаем клиентам? Сделайте больше денег автоматической торговлей, делая их торговый опыт проще, все вышеперечисленное. На этом вопросе пришлось переключиться обратно на английский, потому что на русском отображается некорректно. Итак, кто контролирует сделки, происходящие на счете клиента? Компания, клиент, программное обеспечение, все выше изложенное. Подумайте, какой ответ будет правильным здесь. Четвертый вопрос. Кто принимает решения за наших клиентов? Сам клиент, программное обеспечение, разработчики программы и все вышеперечисленное. Пятое. Если клиент не вводит свои собственные настройки, будет ли программное обеспечение по-прежнему работать? Да, нет. Шестое. Зарабатывает ли компания деньги с клиентов, финансирующих брокерские счета? Да, нет в некоторых случаях. Седьмое. Каков правильный ответ, когда клиент спрашивает о потенциале прибыли с помощью программного обеспечения? Ответы. Программное обеспечение безопасно. Люди получают прибыль, и вы можете заработать пару сотен долларов в месяц. Люди зарабатывали 300 долларов в месяц в прошлом, но мы не можем гарантировать будущие результаты. Я не знаю. Вы должны попробовать для себя. Никто не знает будущее. Восьмое. Какие маркетинговые материалы вы должны использовать при рекламе или предоставлении нашей возможности? Ответы. Профессиональные материалы или любые материалы, пока в них содержится дисклеймер, то есть отказ от гарантий. Маркетинговые материалы, которые одобрила компания или все из вышеуказанного. Девятое. Где я могу поделиться результатами? Только в Instagram или Facebook, в историях, которые являются временными и удаляются в течение 24 часов. Только на моих личных профилях и страницах, только в группах или нигде из выше перечисленного. Десятое. Как долго я должен использовать демо-счет, прежде чем использовать программное обеспечение в реальном торговом счете? Одна неделя, 10 дней, неограниченное время, пока я не почувствую себя готовым и обученным, чтобы торговать на реальном счете. В каких случаях мне не нужно добавлять дисклеймер, то есть отказ от ответственности к моим изображениям торговых результатов? Только если это частная группа, только если я делюсь своими результатами с другом через текстовые сообщения, если я делюсь результатом с кем-то, кто уже находится в компании, если он находится в одобренной компании, группе или чате, ничего из выше перечисленного. Ниже нам нужно прочитать предупреждение о рисках и поставить галочки, там где это необходимо. Дисклеймер, то есть отказ от ответственности. Дисклеймер относительно доходов в компании. Еще один. Еще одно предупреждение о рисках. И нажимаем синюю клавишу Submit. Если вы увидели вот такое сообщение, это означает, что на какие-то вопросы вы дали неправильные ответы. Вопросы, на которые вы дали правильные ответы, помечены зеленым. Если вы дали неправильный ответ, это помечено красным. Подумайте хорошенько еще. Когда вы дадите правильные ответы на все поставленные вопросы, вы получите дальнейший доступ в кабинет. Следите за новостями, подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. С вами на связи был Андрей Жариков. Всего доброго. Global Star Club. Возможности безграничны.